Приветствую вас, прочитал ваш вопрос. Первое впечатление у меня от текста, который я прочитал, это то, что вы продаете значение всем вот этим вот связям, контактам, общениям, чувствам и так далее. И, наверное, я скажу неприятную для вас вещь, но это означает, вот то, что я сказал, это означает, что у вас идет процесс сублимации. То, насколько вы подробно описываете светлую память, значит, общение с родственниками погибших и так далее. Например, это то, как вы воспринимаете это все, это результат того, что у вас есть энергия, некая такая ваша энергия собственная, которая находит выход именно в такой модели поведения. Ибо другого выхода у нее, у энергии нет. И связано это может быть с вашим образом жизни, может быть с правильным образом жизни, где вы не позволяете себе развлечения, расслабления. Вот у меня появилось такое ощущение, что вы напряжены. Ну, просто, вы знаете, в гистальт-подходе есть вот такой прием, когда психолог, работая с клиентом, просто прислушивается к тому, что вот он считывает с письма. Так вот, я сейчас говорю про эмоциональность. Представляете, я чувствую вас напряжение в вашем тексте, как бы такую скованность, собранность и, знаете, желание держаться за то, вот что у вас сейчас есть. И это на самом деле очень съезжает ареал возможностей для реализации вашей энергии. И вот сам ваш вопрос, сам ваш вопрос в конце. Мне интересно, почему такое отношение ко мне. Это не вопрос к психологам. Дело в том, что психологи работают не с отношением к вам, других людей, а с вами и с вашим отношением к другим людям. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, я бы хотел задать вам встречный вопрос. Для чего вам знать, почему такое разное отношение к вам? Ну, есть оно и есть. Что для вас это? Какое для вас это значение имеет? Почему это для вас важно? Это первое. Конечно, сам текст я разберу, безусловно. И постараюсь вам ответить на ваши вопросы. Но, тем не менее. Тем не менее. Далее, вы пишите, что для вас значит светлая память. Ну, тем, по слову того, что светлая память довольно тесно, но не полностью, конечно, перекликается с эн веры. То есть, если человек верит в Бога, то как бы светлая память вполне себе опосредована. Это некая такая отсылка к умершим людям, к умершим трагическим людям, значит, со счетом того, что подобная смерть всегда возводит жертв несчастных случаев в роль, ну, что-то вроде святых, мучеников, мучеников, мученики. И мученики – это всегда источники светлой памяти. Именно потому что они мученики. То есть считается, что, ну, если я правильно помню, я достаточно далекий от теологии человек, но если я правильно помню, то вот мученик – это человек, который принес себя в жертву, там, по воле Бога, например, значит, для того, чтобы другим людям было хорошо. И поэтому вот считается, что она должна быть светлая память. При этом нужно сразу оговориться, что люди, которые в Бога не верят, атеисты, агностики, они по большому счету считают, что память о человеке вообще, по говоря, бесполезна. То есть умер человек, да, трагедия, да, больно, но он умер, нужно двигаться дальше. И вспоминать его, ну, значит, только тревозит и расстраивает себя. И вот вся традиция, по крайней мере, в христианском мире, традиция 9 дней, да, там, 40 дней, там, каждый год – это все от веры. И поэтому светлая память определяется именно этим – веры. И, пожалуй, говорить о том, что для меня светлая память, например, это начало, если я вам буду говорить о своих каких-то взглядах на подобные события. То есть свое личное мнение, которое вряд ли вас интересует по большому счету. Потому что вы, если пришли за профессиональным мнением, а не за мнением личным, личное мнение, я думаю, вы можете узнать у других людей. Поэтому светлая память, вот, значение этой фразы, зависит прямо от того, в контексте какой религии, какой конфисции она воспринимается. Каких именно, вот, религиозных взглядов придерживается человек. Или не придерживается человек. Например, а вот атеисты, которые слоны все отречают, да, отречают и светлую память тоже. Говорят, что это иллюзия и что это не нужно. Они просто материально что-то видят. А гностики стали под сомнение, под сомнение, в общем-то, все. Они выдают вопрос, а насколько светлая память полезна для человека? Чем ли она полезна? Не преувеличивают ли ее роль? Не возводит ли ее в культ, например? И, по большому счету, в каждой из точек зрения, есть верно истинность. Мне кажется, что вам нужно к этому присмотреться, если вас интересует этот вопрос. Но у меня к вам, опять же, встречный вопрос. Зачем вам знать, что для нас значит светлая память? Вам это зачем? Опять-таки, у вас есть свое представление о светлой памяти, довольно серьезное представление. Вы, там, десять пунктов написали. Правда, последний пункт, последний пункт у вас одиннадцатый, но вообще всего десять. Вот. Ошиблись вы немножечко здесь. Вот. Ну, значит, у вас все четко расставлено, у вас четко определение о светлой памяти. И у меня вопрос. Так, а зачем вам знать, что мы думаем о светлой памяти? Чтобы что? Получить подтверждение своим взглядом? А зачем? Вы не уверены в себе? Вы не уверены в том, кто считается правильным? Почему? А почему вы считаете, что есть какая-то точка зрения правильная, а есть неправильная? Почему вы считаете свою точку зрения в этом случае недостойной, например? А если вы хотите услышать другие, альтернативные точки зрения, то здесь тоже очень важно понять для чего? Чтобы что? Чтобы поспорить? Ну, не каждый человек, например, готов принять другую точку зрения. Если я, например, вам скажу, что светлая память – это миф, это иллюзия, это такой землиный пузырь, как и религия, например, вам будет обидно. И это будет справедливо. Если вы верите в Бога, вам это будет обидно. Но альтернативная точка зрения выглядит именно так. И подумайте о том, готовы ли вы ее принять, готовы ли вы ее адекватно воспринимать. Так что о цели вашего вопроса я бы тоже хотел, чтобы вы подумали, для чего вам это, зачем? Далее вы пишите. Моя коллега, друг и близкий человек со своим людям погибли в результате несчастного случая ДТП вместе. Примите, пожалуйста, мои соболезнования вам. Терять близких людей всегда очень тяжело. Их родители одного возраста. Я устанавливаю сразу, мне сообщили чуть позже. Ну, здесь, пожалуй, можно только… сказать вам о помощи, то почему не вы знали сразу. Но это не относящееся к делу вам попасть. И вы тут говорите, и есть одна декономерность. То есть, получается так. Вы потеряли близкого человека, друга, коллегу. И вы не пишите, когда это случилось. Вы тут говорите про их родителей. Очевидно, что родители для вас это, в некоторой степени, средства для того, чтобы поддерживать, наверное, вот эту светлую память. И тут же вы говорите про декономерность. А чем вы руководствовались, когда выстраивали свой текст вопроса вот так? Закономерность. Пункты. Как бы это не было у вас до сих пор реакции. Например, на травму. Родственники со стороны мужа моей коллеги проявляют больше уважения ко мне, чем родственники моей коллеги, со стороны мужа коллеги, которого я не знал. Родственники со стороны мужа моей коллеги проявляют больше уважения ко мне, чем родственники моей коллеги, со стороны мужа коллеги, которого я не знал. Ну вот здесь какая-то проблема. Здесь не очень понятно по смыслу, что вы хотели сказать. Значит, родственники со стороны мужа моей коллеги проявляют больше уважения ко мне, чем родственники моей коллеги, и опять же со стороны мужа коллеги, которые я не знал. Ну вот здесь какая-то ошибка у вас. Наверное. Значит, давайте так. Со стороны мужа, со стороны родственников мужа ваших коллеги уважения больше, чем со стороны родственников коллеги. И свекровь мама моей коллеги проявила инициативу и сама будет у нас связь. Я совсем не знаю его. Мама моей коллеги. Ну это же женщина, раз у вашего коллеги был муж. Это же вроде женщина. Если это женщина, то вы говорите совсем не знаю его. Кого его. Но вы знаете свою коллегу. Вот как-то это все. По-моему, вы знаете, вы по-моему немного спутались. Кого вы знаете, кого нет, и чьи родственники к вам проявляют больше уважения. Ну понятно, что вопрос ваш в том, почему родственники со стороны мужа коллеги проявляют больше уважения, чем родственники со стороны коллеги. Ведь коллегу вы знаете. Дело в том, что муж вашей коллеги, скорее всего, видел, кто вы для нее. Да, коллега. И муж рассказывал об этом своим родителям. И коллега рассказывал родителям мужа о вам. Хотя вы, вот как говорите, мужа вы не знаете. А родители коллеги, то есть вашей подруги, ну вы говорите друга. Они, считая вас подругой, скорее всего, ожидали от вас чего-то большего. Какого-то, может быть, более яркого, активного поведения. По отношению к факту смерти коллеги. Тем более, что вы узнали не сразу, и это возможно родителей вашей коллеги за дело. Вы пишите, я знаю свою коллегу. Первое, мы звоним друг другу, вспоминаем. Опять же, кому друг другу вы звоните, не очень понятно. Потому что свекровь, мама моей коллеги, инициативу проявила. Сама вытрана связь ко мне. Вы говорите, я не знаю его, но я знаю свою коллегу. То есть, вот, знаете, двусмысленность получается. Я могу понять, в каком контексте вы это все говорите, но и вы, пожалуйста, постарайтесь понять, что, как бы, не очень точно все у вас написано. Значит, вы звоните маме вашей коллеги. Разные эмоции. Я вижу, сами сообщения, есть взаимная поддержка. А в чем тогда неуважение? Как вы оцениваете уважение тогда? Вы не приводите для сравнения общения с родственниками мужа, скажите. Ну, по крайней мере, я этого не увидел. Пока. И как-то вот тоже возникает вопрос. Так почему вы решили, что уважение больше? Мне больше ценен контакт с мамой моей коллеги, которая проявляет к вам меньше уважения, по вашему мнению. Но у меня нет такого близкого контакта. Ну, и не должно быть, потому что мама коллеги, мама друг, а это не друг. И тесный контакт с ней довольно большая редкость. Вы даже не родственник. Для чего вам, например, близкий контакт, чтобы что? Она живет в другом городе, совсем одна. Мне хочется там, где установить такую связь, где есть воспоминания и поддержка. Вам хочется установить такую связь, где есть воспоминания и поддержка. Но вы сами написали, что мама вашей коллеги общается с вами, и вы по пунктам расписались, что у вас есть воспоминания и поддержка. Значит, получается, вы ошиблись. У вас здесь про других людей идет речь. Получается, что вы имеете в виду не маму своей коллеги, а маму мужа коллеги. А с мамой коллеги вам хочется установить связь, но не получается. Она живет в другом городе, совсем одна, и вам хочется установить связь, и будет такие же воспоминания и поддержка. Но, опять же, зачем вам это? Мама не хочет вас видеть. Мама не хочет с вами такого близкого контакта. Паме тяжело. Возможно, эти воспоминания, тяжело даются эти воспоминания, и тяжело дается поддержка. Для чего вам нужно устанавливать близкий контакт с тем, кто этого, например, не хочет. Кроме того, подразумевать свои воспоминания тоже, знаете ли, не самый лучший расклад. Так или иначе, надо жить настоящим и будущим, а не просто. И помнить человека, безусловно, но помнить его образ, а не воспоминания. Иначе это чревато определенными последствиями для вас. Есть что-то другое с мамой и коллегой. С мамой и коллегой. Опять у вас с мамой и коллегой. Другие разговоры, по времени я звоню Режина, также ощущаю важные ниточки доверия. Доверие даже у вас большой буквы. Скажите, а у вас вообще много людей, которым вы доверяете? Вот как-то судя по тому, как вы воспринимаете маму вашей коллеги, да и вообще родственников и коллеги, и родственников мужа коллеги, насколько они вам дорогие СМИ, создается ощущение, что вы сами, ну, несколько в дефиците вот этого вот доверия. Но она немного отдаляется. Доверие между нами есть, и этому точно рано. Но она немного отдаляется, это ее право, она не хочет с вами общаться. Вы напоминаете ей про дочь, ей неприятно. Это нормально. В принципе, примите ее выбор. Спасибо. За что? Спасибо. Почему такое равное отношение ко мне? Я вам ответил на этот вопрос. Так, для меня светлая память это обширное понятие. Судя по тому, что вы выделили светлую память, для вас это действительно очень обширное понятие. И не столько обширное, сколько значимо для вас. Значит, исключает принятие от осознания смерти будет рад. Принятие от осознания смерти будет рад и к светлой памяти отношения для начала никакого не имеет. Каждый вспоминает человека с теплотой, уважением и благодарностью он был в своей жизни. Это правильно. Есть какой-то взглядный мотив, что убираешь боль, обиду, недосказанность. Отпускаешь любовью на сердце не от того, что он может реально прощать себя и другого. Это что-то из ремидиозных текстов, возможно, но никак не относится к светлой памяти. Плюс понимаете больше своей ценности, на что может тратить свою энергию в жизни. Ну вот вы ее пока тратите не самым правильным образом, но тем не менее опять к светлой памяти это отношение не имеет. Больше ценить свою жизнь, людей рядом, значит, допускай с легкостью поменялись ценности. Ценишь простые вещи, которые дарят радость. Понимаешь, что смерть это один из этапов жизни. Ценишь единение с людьми. Это опять же к светлой памяти отношения никакого не имеет. Вспоминаешь и делишь воспоминаниями. Вспоминать можно, но воспоминать и делиться воспоминаниями очень опасно. Можно в них зарыться, потому что воспоминания это всегда идеализация того, что было. И стремление вернуться туда-туда в то время. Вы скажете, что нет, это не так. Я туда вернуться не хочу. Но, тем не менее, вспоминать можно и нужно только в определенное время, только в свободное время, только чтобы это не мешало вашей деятельности вообще. Да, это относится к светлой памяти. В случае, чьих выражающие эмоции, осознаешь, что происходит, и потихоньку приходит светлая память. Нет, светлая грусть, нет, это вообще не то. Это абсолютно не имеет никакого отношения к светлой памяти. В случае, чьих выражающих эмоции, осознаешь, что происходит, это, по сути, жить прошлым. Это не светлая память, это жить прошлым. Остановиться в развитии. Снять с себя ответственность. Вот что это такое. Это не светлая память. Учитывая свое настроение и других, чувствуешь пространство, делаешь фотокниги с воспоминаниями, создаешь то, что было ценно этому делку и тебе. Это, опять же, прошлое. Вот, учитывая свое настроение и других, чувствуешь пространство, это светлой памяти отношения не имеет. Но проблема заключается в том, что в этом, опять же, легко увязано. Для памяти не нужно фото, не нужно книги, ничего не нужно. Человек живет в сердце, вы его помните, этого достаточно. Больше не нужно. Не нужно вот этой вот излишней визуализации памяти о человеке. Далее. Ты заботишься о умершем молитвами и воспоминаниями. Воспоминаниями об умершем вы не заботитесь, потому что умершему все равно, его уже нет. Вот. Лучше в случае он может вас услышать, если вы верите в Бога, но заботы вы ему не даете. Да-да, вы таким образом себе что-то даете, свои потребности удовлетворяете это, да? Но ни в коем случае не заботитесь об умерших воспоминаниями. Что касается молитвы, то это зависит от вашей веры. Ты идешь вперед, когда останавливаешься, благодарясь за встречу, опыт в боль, и понимаешь, что через это я и попрос слева. Это не имеет отношения опять же к светлой памяти. Опора, принятие, благодарность, дабота, уважение, осознание и тишина. Это звучит как некий ориентир опять же в богослужении, но не к светлой памяти. Ну вот, в принципе, то, что я хотел вам сказать. Надеюсь, мой ответ был вам полезен. Если остались вопросы, пишите, пожалуйста, в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если у вас понравится желание написать дополнение, пожалуйста, известите меня в личку о том, что вы это дополнение написали, чтобы я его прочитал ваше дополнение и, может быть, дал на него еще какие-то комментарии. Желаю вам удачи и всего доброго.